Здравствуйте! Путин и Эрдоган обсудили Ливию и Сирию. Танер Акчам в Литве призвал принять геноцид против армян. Монастырь Хоран-Ашат и традиционный Карас в списке подтвержденных опасностей объектов Европы Ностра. Большая часть поверхности озера Акташ возле провинции Фильдыр в Ардахане покрыта льдом. Граждане, посещающие озеро, наслаждаются красивыми пейзажами. Многие из них фотографируются на замерзшем озере. Граждане говорят, что очень приятно гулять по озеру, покрытому льдом. Торговый оборот Армении со странами Евразийского экономического союза в январе-октябре 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 10,7%, составив 1,796,858,000 долларов. Как передает Армен Пресс, об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Армении. За первые 10 месяцев 2019 года объем товара оборота Армении со странами ЕАЭС составил 1,796,858,000 долларов по сравнению с 1,623,206,000 долларов за аналогичный период 2018 года. При этом в январе-октябре 2019 года наибольший объем торгового оборота в Союзе был с Россией, составив 1,734,523,000 долларов, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2018 года на 10,5%. Средники в мирном процессе в Астане, Россия, Турция и Иран выразили обеспокоенность по поводу присутствия террористических групп в Эдлибе, подчеркнув необходимость восстановления мира в северо-западной провинции Сирии. Стороны подтвердили свою приверженность восстановлению мира в Эдлибе и поддержанию стабильной ситуации в этом районе, говорится в совместном заявлении, опубликованном после 14-го раунда переговора в среду в Нур-Султане. Эдлиб остается единственной крупной территорией в руках антидамасских повстанцев после того, как сирийские войска, поддерживаемые Ираном и Россией, взяли под контроль почти всю сирийскую землю. Стороны также выступили против незаконного захвата и передачи нефтяных доходов в Сирии, отвергая попытки создать новые реалии под предлогом борьбы с терроризмом. Они также отвергли сепаратистские планы, которые угрожают политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран. Ссылаясь на работу Сирийской Конституционной Комиссии, представители трех стран подчеркнули, что ею следует руководствоваться чувством компромисса и конструктивного участия, без вмешательства извне и восстановленные сроки. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение в связи с созывом Конституционной Комиссии в Женеве и подтвердили свою неизменную поддержку стабильности работы Комитета. Международный комитет Сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку систем С-400, а также против России за помощь Сирии. Согласно документу, в течение 30 дней после его принятия госсекретарь совместно с главами Пентагона и нацразведки должен представить в Сенат список россиян, которые на момент принятия закона или после этого осознанно экспортировали, передавали или иным образом оказывали Сирии существенную финансовую, материальную или техническую помощь, которая была полезна правительству Сирии для покрытия оборонных статей. Президенты России, Турции Владимир Путин и Идра Джептай Прадаган в телефонном разговоре отметили важность дальнейших реализаций совместных планов в энергетике и ВТС, сообщает прислужба Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой страны. Особое внимание уделено ситуации в Сирии. Лидеры высказались за активизацию скоординированных усилий по борьбе с террористической угрозой, в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке страны. Подчеркнута необходимость полного выполнения российско-турецких договоренностей о взаимодействии в этих регионах. Владимир Путин и Ираджептай Прадаган рассчитывают на результативную работу Сирийского конституционного комитета, готовые далее оказывать содействие политическому диалогу. Затронута также проблематика ливийского урегулирования. Главы государства выразили обеспокоенность быть столкновениями в районе Триполи. Нормализация обстановки способствовала бы скорейшее прекращение огня и возобновление межливийских мирных переговоров. Посольство Армении в Литве в рамках Международного дня предотвращения геноцида организовало лекцию. В мероприятии приняли участие руководители аккредитованных дипломатических миссий, общественно-политические деятели, представители интеллигенции, журналисты, представители армянской общины. Преподаватель истории университета Кларка Массачусетса США представил проявление турецкой политики отрицания геноцида против армян. Основные тезисы поговорил о расшифровке секретных телеграмм, отправленных ими в книге приказа об убийстве. Согласно Акчаму, все утверждения турецкой политики отрицания больше не выдерживают критики. Европа Ностро, Общеевропейская Федерация Ассоциаций, созданная с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы, обнародовала предварительный список программы «7 самых подверженных опасностей объектов 2020 года». В предварительный список включены расположенные в приграничном селе Ченари Тавужской области Армении монастырь Хоранашат XIII века и карас традиционный армянский крупный глиняный горшок эллипсовидной формы, используемый для изготовления и хранения вина. Окончательный список из семи объектов будет опубликован в мае 2020 года. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Какава Карим Волку Тайарин. Субтитры создавал DimaTorzok Помнил, что видео представлено на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!